Всем огромнейший привет! С вами Екатерина и Абустрона. И сегодня мы будем продолжать творить цветы для нашей большой шляпной коробки с тропическими цветами. Сегодня речь пойдет о цветке кактусов. Память о моем погибшем кактусе, который очень красиво цвел, жаль только в течение суток. Я буду использовать обрезки двухмиллиметрового китайского фоамирана. Нам потребуется два шаблона. Один лепесток побольше, другой поменьше. Все лепестки будут загружены в группу ВКонтакте в альбом, который так и называется Шаблоны. Итак, маленьких лепестков нам потребуется 6 штук, обводим зубочисткой, а больших 12. Теперь все наши лепестки мы будем тонировать. Для этого я беру строительный колер, у меня вот такого цвета, лимонно-желтый. Цветы у кактуса могут быть любого цвета. Посмотрите, чего вам не хватает среди тех цветочков, которые уже созданы. Возможно, вам нужен будет красный цветок. Аналогично мы поступаем со всеми лепестками. Теперь берем 3 флористические проволоки, отступаем 8 сантиметров от края, сгибаем. Теперь берем желтый фоамиран наш и отрезаем полосочку где-то на сантиметр. Край перекручиваем пальчиками, чтобы он был потоньше. Наносим капельку клея. Я клею космофеном. И накручиваем. Перед тем, как заклеить край, пройдитесь по нему пальчиками, чтобы он стал тоньше. Наносим клей. И закрепляем. Аналогично поступаем с остальными двумя флористическими проволочками. Теперь берем фоамиран потоньше. У меня вот, например, завалялся кусочек белой зефирки. Отрезаем полосочку сантиметр-полтора. И начинаем оборачивать нашу конструкцию на флористической проволочке. Приклеиваем так, чтобы она заходила на желтый фоамиран. И начинаем оборачивать. Вот так в натяжку аккуратно. Фоамиран мягкий. Если вы будете зефиркой оборачивать. Вот этого будет достаточно. Теперь берем кусочек поролона. И тот же пигмент, который мы использовали для тонировки. Или любой другой цвет, который вам по душе. И окрашиваем. Я заранее уже покрасила манную крупу. Красила тем же самым колером. Вот такая салатовенькая она у меня получилась. Когда ее сушите, обязательно перетирайте пальчиками, чтобы не было крупных крупинок. Берем клей ПВА. Наносим на тычинку. Лишнее убираем. И теперь оставляем сушиться. Пока тычинки будут высыхать, берем красный фоамиран и отрезаем полоску 10 см. Это 1-миллиметровый китайский фоамиран. И теперь ее очень-очень мелко будем нарезать в бахрому. Буквально 1 миллиметр. Буквально 1 миллиметр. Вот так. Теперь будем придавать форму нашим лепесточкам. Для этого включаем утюжок на двойку. Той стороной, которая у нас тонированная, прикладываем. Особенно хорошо нужно пробреть верхушку. Снимаем. И вытягиваем. Вот такие острые лепесточки у нас должны получиться. Таким образом мы будем обрабатывать все лепестки для цветка. И большие, и маленькие. Если вы хотите более открытый цветок, если вы оставите его вот так, он будет закрыт. Если вам нужен более открытый цветок, прогрейте в нижней части. И отогните его немного. Берем наши тычинки и пестики, которые уже должны были высохнуть. И аккуратно тейп-лентой скручиваем внизу. Опять-таки, тейп-лента может быть любого цвета, ее не будет видно. Теперь берем нашу бахрому. И приклеиваем. Можете клеить на горячий клей или на космофен. Чем вам удобно будет. Теперь приклеиваем лепестки. Начинаем с трех маленьких. Клеить мы их будем не внахлёст, а рядом друг с другом. Поэтому для первого ряда нам потребуется только три. Следующие три будем клеить в шахматном порядке. Клеить можно также на горячий клей или на космофен. Все остальные лепестки мы будем клеить внахлёст в один ряд. Все 12 лепестков. Я еще немного затонировала лепестки красными. Теперь берем тейп-ленту зеленую. Оборачиваем полностью стебелек. Теперь вырезаем вот такой чашелистик. Это зеленый фоамиран 1 мм. Придаем ему форму на утюге. Придаем ему форму на утюге. Постойте и врезаем на утюг. Вот такой чудный кактусовый цветок у нас получился. Не забывайте присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на инстаграм. И следуйте по нашему хэштегу Million Flores для того, чтобы посмотреть все видео А я с вами прощаюсь, до следующего мастер-класса Субтитры сделал DimaTorzok